здравствуйте товарищи у нас сегодня зачет вот этот зачет у нас можно сказать состоит из трех частей одна часть это вот у нас живые искать товарищи которые будут задавать зачет очно вот если кто-то из вас кто будет сдавать точно кто-то должен убежать и быстро уйти то мы можем его сразу и поставить вот а если наоборот вы хотите послушать как все остальные это вам полезно и интересно потому что я вас интересным читал и сансович я думаю тоже без особого без особого нет я вот например прочитал и у меня такое впечатление что уровень от года в году конечно растет таких вот глупостей которые раньше писали немыслимые безграмотные такие вещи то есть я вот чувствую разрыв появился между теми людьми которые занимаются в красном университете и мне вот все время многие там что-то пишут звонят и спрашивают какие-то вопросы задают и такую нелепицу несут хотя их всех сейчас есть хоть куда посылать недалеко недалеко в красный университет вот посылать потому что после красного университета таких глупостей люди не говорят это не значит что вот круто красный университет закончил или кто в нем преподает он прям так все знает и у него все получается но уж не до такой степени безграмотность которая царит и в головах очень многих людей мало того что очень много людей которые при этом считают себя интересующимися и чуть ли не специалистами по этим проблемам поэтому это вот например думаем с Александр Сергеевичем что мы тут как профессора бледняем перед этими людьми потому что они так уверенно и так это напористо это дело даются мы даже начинаем сомневаться о правду знаем ли мы эту истину или нет но с другой стороны мы хотя имеем достаточный уже и опыт и стаж и знания для того чтобы этот вопрос решить определенно ну вот сейчас Александр Сергеевич будет записывать а я буду называть Владимир Иван Владимир Цеф Иван Андреевич из города Липецка прислал свой материал вот я ему поставил зачет вопросы он такие взял политическая партия вот служит одним из важнейших орудий с помощью которых класс или его отдельный слой борется за свои классовые интересы я думаю что если слой борется за интересы это не партия некая политическая организация которая не тянет на партию это не совсем так наделают там тысячу слоев и значит тысячу партий можно сделать потому что у нас есть а класс может миллионов содержать людей правда поэтому там можно наделать их тысяч другое дело что одна разная организация могут претендовать на роль партии мы знаем как есть там двуглавые партии одна пуржуазная партия в Америке двуглавая одна голова республиканская другая демократическая а у нас трехглавый хотите единая Россия хотите справедливая хотите ЛДПР ну и тут же присоседилась четвертая голова которая изображает и вся коммунистическую партию но как в свое время шутили еще при царе что есть оппозиция его величеству да как скажем большевики были а есть оппозиция его величества ну вот оппозиция его величества это вот значит КПРФ такую роль выполняет так что вот это неверно где рабочая сила вот как-то некоторые товарищи вместо точного определения это не только вот этот товарищ владимирцев и другие вот рабочая сила имеет стоимость такая которая нужна чтобы рабочая сила нормально существовала ну если нормально существовала ну ничего просуществуете до тех пор пока не умирете вы все существуете а для кого нормально для того кто капиталист нормально потому что у вас нет у нас есть еще безработица другого возьмем поэтому нормально что народ умирает ничего страшного поэтому неправильно чтобы рабочая сила воспроизводилась нормально воспроизводилась слово воспроизводство здесь серьезная и точная формулировка у карла маркса а этого нет но зачет поставить можно владимирцев иван андреевич казаков эдуард иванович город москва написано марксисты отрицали необходимость политической партии рабочего класса дуар танович где вы нашли таких марксистов это антимарксисты которые отрицают необходимость политической партии рабочего или вы описались или кто-то вашей рукой водил причем по клавиатуре это неверно ну тем более что дальше тоже есть после экономии вместо кавычек стоит нуль поэтому вот экономизм да внес вклад так как борьба революционных марксистов против экономистов во главе с лениным привела привела к созданию пролетарской партии нового типа большевистской партии значит совет нам от профессоров слушателям когда чего-нибудь набрал прочитай прежде чем послать совет очень простой потому что если я бы посылал например свои письма не прочитав но этому народ бы хохотал потому что что-то иногда такое там а вроде все идет хорошо так что надо проверять так эдуард иванович казаков товарищ очень хороший боевой занимается профсоюзной борьбой абрамов александр михайлович ленинград так без повлечения широких слоев рабочих в организованную экономическую борьбу за свои коренные экономические интересы не получится поднять их на борьбу за свои политические интересы что такое политический интерес что такие политические интересы это интересы у политиков такие которые есть или интересы в политике я думаю это неправильно политика есть классовая борьба за завоевание удержание и осуществление государственной власти. Но борьба всегда ведется за экономические интересы, а за длительные экономические интересы приходится вести политическую борьбу. А если вам нужно на 3 рубля повысить зарплату, это экономическая борьба. То есть надо отличать, что, конечно, это не поднимается до какой-то большой политики. Вот решайте на уровне своего цеха или, в крайнем случае, своего завода. Но в целом зачет. Вот Аферкина, Татьяна Павловна, в скобках написано «маленькое село в Оренбургской области». Очень даже приятно, что благодаря современным средствам связи и организации работы Красного университета мы не по принципу, что вы живете в Ленинграде, значит, вы в университете. А если вы в маленьком селе в Оренбургской области, ну и все. Нет, не «ну и все». Замечательно. Я ничего не могу сказать против того, что здесь написано. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы и заработная плата. Зачет. Товарищ Гореликов Юрий Викторович. Город Орел. Что означает термин «экономизм»? Ну, он правильно говорит, что, так сказать, экономизм, когда игнорируют политическую борьбу. И думает, что только вот будешь вести экономическую борьбу, и так и будешь все время бежать по той лестнице, которая едет вниз. Лучше всего это смотрится в Ленинградском метро, потому что у нас очень глубокое метро. Поэтому вы можете прийти как раз в самый низ той лестницы, по которой обычно люди съезжают, и бежать наверх. Если вы молодой и здоровый, вы можете добежать и туда наверх попасть. Но шибко много ничего не получите. Вот такая это беготня. Поэтому экономическая борьба, вы же знаете, сейчас вы добьетесь зарплаты, а они цены поднимут. А вы еще добьете, а они еще цены повысят. Еще что-нибудь придумают. Постоянно. Потому что они охраняют интересы буржуазии. Власть поддержащие, поскольку власть буржуазная. Так, зачет. Кунин Виктор Владимирович, город Шелихов. На данный момент в России у власти стоит класс буржуазич. Буржуазия. Опечатывается. Да, так вот здесь запитание не поставлено. Вот. И, например, говорится, что политика – это борьба классов за завоевание, выдержание и осуществление собственной власти. Что значит собственной? Государственной власти. Очипятка. И таких очипяток тут много. А так мало, и столько опечаток. Еще раз, просьба читать то, что вы пишете. Прежде чем посылать. Какая-то известная формула. Хаснить нельзя помиловать. Расставьте сначала запятые, иначе будет какое-то страшное дело. Ельцуков Сергей Николаевич. Алтайский край, город Рубцовск. Очень все тут. Он взял бы суху вопросов, и ни в одном вопросе не ошибся. И формальной логикой диалектики, и понятия капиталистического производства, и понятия рабочей силы, и политикой, и моменты становления, снятие различий, реальность и отрицания, определение, определение. В общем, продемонстрировало для преподавателей Красного Университета, что мы изучаем науку логики, изучаем диалектику, и вполне успешно. И приятно посмотреть. Вообще, я должен сказать, что, конечно, уровень резко повысился по сравнению с прошлыми годами. По сравнению с тем, что было в начале, когда люди так сказать. Не понимали, наверное, людей до того, как поступить в Красный Университет, тоже смотрят занятия, ролики и так далее. А здесь они как бы снова уже смотрят уже как слушатели, и еще раз обдумывают. Поэтому это не кажется, не похоже на то, что просто тепляп вот сделано. Богатырьова Екатерина Владимировна, город Иркутск. Далекий, вроде бы, по расстоянию. И, так сказать, все правильно написано про экономизм, про это оппортомистическое течение среди русской социал-демократии. И Ленин писал, что сторонники экономизма проглашали такие логики. Политика всегда послужно следует за экономикой. Борьба за экономическое положение, рабочие для рабочих. Основные идеи экономистов были изложены в документе «Кредо», написанном Кусковой. Большой вклад в борьбу с экономизмом внес Ленин. В том числе своими работами, протест русских социал-демократов. И что делать? И в работе, что делать? Сказано, и что такое политика, и что такое политические партии. Классовая борьба и так далее. Иванченко, Ирина Валентинова, город Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Определение, определение. Ответ. Качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущность, но находится в единстве, с другом моментом этого нечто, с в нем бытием. Ну что тут можно вот возразить? Ничего. Можно. Можно. Можно возразить, что излишне лаконично. Можно назвать его определением. Можно. Определение, да. А тогда оно, чтобы вы не ругались, добавило еще. Есть качество, изменив которое, меняются признаки даже свойства материи. Ну вот так. Какой-то мысль такой она зала. Заранила, требующий обдумывания. На перспективу. Товарищ Кабенин Николай Юрьевич. Созритель науки и техники. Производительность труда повышается. Себестоимость продукта становится дешевле. Значит, эта формулировка не годится для капитализма. Она для социализма годится. Потому что себестоимость не выражает все затраты на производство непосредственно общественного продукта. Та часть, которая над себестоимостью, которая не выражена в себестоимости, называется налог с оборота. И представляет собой разницу между розничной и оптовой ценой. И вот эти оптовые цены при снижении себестоимости, они, значит, все время уменьшаются. А розничные цены установлены государством. И когда вот эта разница становится большой, то государство снижает. И ежегодно снижали цены. Сейчас такого не делают, потому что у нас не социализм. Так. Поэтому вот цены зависят от жадности спиртантов, а не от себестоимости товара. Ну вот, не от стоимости. Если о товаре идет речь, там стоимость, а не себестоимость. А если о себестоимости идет речь, то тут нет товара, тут непосредственно общественный продукт. А заново, Дмитрий Валерьевич. Ну, зачет. Екатеринбург. Значит. Я обращался в правком по поводу нарушения коллективным договором ОТС. Коллективного договора, наверное. Или коллективным договором отраслевого тарифного соглашения. Местный правком ничего не может сказать. И не хочет делать в этом направлении. А Москва, в кавычках, в свою очередь, ссылается на местные организации. В общем, отписку пишут все. Как ли считаете, есть ли смысл обращаться в НПР в такой ситуации? И мысли у человека, хорошего человека, Дмитрия Валерьевича, что надо куда-то все вверх-вверх-вверх обращаться. А куда вообще богатыри русские обращались? Вниз, 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 к земле. К матери. К матери, матушке. Да. Так вот, обращаться надо не вверх, а вниз, к рабочим. Надо создать рабочие секции в профсоюзах. И выработать единую позицию. Будет единая позиция, значит, вы будете отставить свои интересы. А если вы одиночка, я вот один обращаетесь. Ну, кто? Одиночку все пинают. Голос единицы, говорил Майковский, тоньше писка. Кто его услышит? Нет, только жена, и то, если не на базаре, а близко. Демочкин Владимир Иванович, город Москва. Диалектический метод, примененный к исследованию истории. И пишет, диалектический материализм. Ну, как же так? Ну, я просил. Читайте то, что вы отправляете. Исторический материализм. Если он примененный к исследованию истории. Нет. Ну, видно, что человек описался. Ну, это не оправдывает вас. То есть, давайте. Ой, я ставлю ему незачет. Ой, извините, зачет. Ну, это тоже же нехорошо будет. А если я не исправлю, так и будет незачет? Ну, так нельзя. Вот если бы мы сейчас с Александром Сергеевичем. Зачет, незачет. Бац-бац. Непонятно что. Ну, так нельзя. То есть, кроме всяких, так сказать, высоких материй, диалектики, исторического материализма, категорий, точных названий, ну, надо читать то, что вы пишете обязательно. Это культура работы. Если вы взялись и говорите о серьезных вещах, то к ним надо относиться серьезно и считать, что это я написал. Так. Васильев Иван Иванович Новый Уренгой. Видите, недалеко. Стоимость товарно-рабочей силы – это стоимость средств нормального существования рабочей в его семье. И вот приходит с таким определением Васильев Иван Ивановичу, своему начальнику. Он говорит, вот у меня маленькая зарплата. Он говорит, да нормальная твоя зарплата. Нормальная. И все. Ну, что это? То есть, вы не научное дали определение, а взяли, так сказать, вот какое-то обывательское. Нормальное существование. Что такое? Вы считаете, что ненормально. Он считает, что нормально. Я тоже считаю, что нормально. Тут люди спорят на эту тему. И получилась ерунда. Для нормального воспроизводства рабочей силы работника и его семьи. Потому что вот тогда только, если вот это достаточно для воспроизводства. А для воспроизводства, между прочим, квартиры нужно иметь, жилье. А тут даже о жилье и разговора нет. Это нормально, одет, сейчас. Теба дает, старый поджаг, все надо. Так. Становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. Снятие – это отрицание и содержание. Ну, вот беспокойное единство чего? Возникновение и прихождение. Это не написано. А просто бытие и ничто. Это не бытие и ничто. Это беспокойное единство бытия и ничто. Но уже бытие и ничто в этом единство называется. Если это прихождение, то если это переход бытия в ничто, то прихождение. А если противоположное, то это возникновение. Это недостатки. А вот в конце вдруг он вспомнил про воспроизводство рабочей силы. Я поставил восклицательную знак и зачет. Да, столько вопросов. А он говорит, а выберите то, что хорошо. За хорошее поставьте, а за плохое нас не судят. Так, Алексеев Сергей Германович, город Хабаровск. Ну, в общем, тут дистанционный у нас зачет. Хабаровск, представляете? Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, зарплата. Стоимость специфического товара рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, необходимых рабочим в его семье и незаконченной. Для воспроизводства рабочей силы. А иначе, что значит необходим? Мне сейчас необходим кусок хлеба, вот на. А еще кусок мяса. Нету. Ну и все. Ну, как-то, ну это научное же определение для воспроизводства работников. Необходимо для воспроизводства работников. Потому что это тоже воспроизводство рабочей силы. Семья необходима для того, чтобы новые работники появлялись. И их ждет, буржуазия ждет, чтобы были новые работники. Но платить не хочет на воспроизводство. Ну так поставим, зачем? Поставим. Раз вы так требовательно поставили вопрос, я даже и пугался, и сразу поставил. Так. Вшивцев. Александр Николаевич. Город Сыктывкар. Как Вшивцев. Ну вот тут говорится о том, как организовывать партию. Проблема становления партии рабочих классов в современной России. Все очень хорошо говорится. Но какое-то получается противопоставление некоторых рабочих и интеллигентов. Мы должны противопоставлять внутри интеллигенции тех интеллигентов, которые готовы служить рабочему классу. Те, которые не хотят служить рабочему классу, а хотят, чтобы рабочий класс у них был на посылках. Такие и при социализме существуют. Вот. Поэтому не просто. В то же время интеллигенты не готовы находиться внутри партии. То они сейчас готовы, то не готовы. Вообще это не вопрос, готовы они или не готовы. Необходимы интеллигенты для партии, которые готовы. Не просто находиться внутри партии, а служить рабочему классу. Потому что все такое партия рабочего класса. Соединение научного социализма с рабочим движением. За научный социализм кто отвечает? Интеллигенты. А за рабочие движения прежде всего рабочие. Ну а это можно сделать и то и другое только в союзе. Но этот союз осуществляется в партии. Так, Диргунов Владимир Владимирович, Санкт-Петербург. На данный момент капиталистическое производство себя и жила мешает техническому и общественному прогрессу поэтому должно быть преобразовано в более прогрессивный и статистический способ производства. Значит, производство преобразовано в прогрессивный способ производства. Ну реакционный способ производства в прогрессивный способ производства. А производство, тут производство, оно вдруг преобразовывается в способ производства. Неаккуратно. А в целом понятие капиталистического производства дано правильно и зачетно. Ярастова, Ирина Николаевна, Московская область. Экономическая борьба, борьба за интересы класса. Ну, вся борьба класса за интересы, но за экономические интересы класса. Политическая борьба, борьба за сгуливание, удержание и осуществление своего господства. Вот это да. Государственная власть. И осуществление государственной власти, а не просто своего господства. господами, кто хочет быть господами. Были, говорит, господа у нас капиталисты, сейчас будут господами рабочие. Но господство класса это понятно, потому что по отношению к классу это кто держит в руках эту самую дубинку государственную. Вот, а так не очень хорошо. Ну, в целом зачет Кирднов Роман Валерьевич Свердловская область, Каменск-Уральский. Три вопроса, что такое политика, все правильно сказано, классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, моменты становления, возникновения и прихождения, но вместо прихождения написано прихождение. Что, приходит, что ли? Приходит. Прихождение, ухождение. Вот как, вместо того, чтобы говорить о том, что все приходящее, все приходящее приходит, бытие приходит, приезжает свое ничто. Если это опечатка, то надо читать то, что вы отправляете в Ленинград. Из Свердловской области, Каменск-Уральской, так далеко отправляли и привезли какой-то товар забракованный. Ну, поскольку у нас не экзамен, а зачет, то я ваше И исправляю на Е и ставлю зачет. Так, Диаконов Дмитрий Александрович, город Саратов. Общая тенденция, производительность труда, ее влияние на цены, продолжительность рабочего дня. Ну, вот он тут правильные вещи пишет, что чем больше работают работники, тем выше норма эксплуатации, тем больше прибавочной стоимости для каких-то капиталистов. И вот подходит представитель капиталиста, говорит, давай поработай еще, выйди, пожалуйста. Ну, первую часть фразы говорит, а вторая у него в уме, потому что у меня пока маловато прибавочной стоимости. Мне показалось, что вот, то, что вы работаете на меня на создание своей зарплаты всего 40 минут, а все остальное, так сказать, на своего капиталиста. То мне показалось, что не можете ли вы на себя работать 30 минут, а остальное все на капиталист. Так, зачет в целом. Так, или иных. Дмитрий Владимирович, город Туапсе. Понятие капиталистического производства, моменты становления. Насущные интересы рабочего класса тоже важны, но они не должны приноситься к этому коренным интересам. Ну, значит, как-то тут одно и то же говорится. Раз они важны, так ясно, что они должны приноситься. Почему «но»? Непонятно, почему «но». Поскольку насущных вопросов много, и все их решить нельзя без решения коренного вопроса. Так, так и непонятно, какие же интересы не должны приноситься в жертву. Все-таки давайте остановимся на том, что коренные интересы не должны приноситься в жертву насущным интересам, потому что сегодня насущность пройдет, а коренные интересы останутся. А с ними это интересы вашей жизни, здоровья семьи, сохранения семьи, сохранения общества, там, как это и прочее. Так что... И вообще важно видеть в жизни, что важное, что не очень важное, а что вообще третистепенное. Так, вот Дмитрий Владимирович учтитель намечания. Зачет поставлен. Зачет, потому что видно, что товарищи изучали, разбираются, но вот что нужно, чтобы получить, если уже сейчас оценку не ставим, там, оценку. Ну, чем отличается пятерка от четверки? Четверка. Это же хорошо. Ну, так а что вы еще хотите? Хорошо. Так вы хотите отлично. Так, значит, чем это? Блеск какой-то должен быть, а не какие-то мелкие ошибки такие. Не надо их допускать. То есть, надо понимать, что человек не должен выходить, так сказать, совсем непричесанный такой, непомятый весь. Ну, что это такое? Так и мысли тоже должны быть, причёсанные немножко. Общая тенденция производительности труда и ее влияние на сцену и продолжительность рабочего дня. Ну, вот. Машины сделали из покупателей и непокупателей. Отсюда падение спроса на эти товары и, соответственно, падение их цены. Рабочий увеличивает количество рабочей силы на рынке, соответственно, цена рабочей силы падает. Правильно понимает, товарищ? Копытков Алексей Александрович. Город Псков. Зачет. Гуляева Елена Викторовна. Томская область. Город Северск. Диалитический метод, примененный к исследованию истории. Идеалистическая диалектика, созданная в Гегелях, была изменена и развита Марксом и Энгельсом после изучения сущностей христианства в Гербаха. Диалектика стала материалистической, а новый метод был назван диалектическим материализмом. Ну вот Маркс более резко берет выражение с одной стороны, а с другой стороны, вот изменена, это как будто какие-то детали там поменять, и будет уже материалистическая диалектика. А Маркс пишет, у меня метод прямо противоположный к Гегелевскому. А что такое прямо противоположное? Это то же самое и говорит, только надо понимать, что это все материалистическое. А не то, чтобы поменять слова, буквы, предложения и так далее. Зачет. Кожухов Сергей Викторович, Великий Новгород. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Капитал возрастает за счет прибавочной стоимости, создаваемой эксплуатируемой капиталистом наемной рабочей силой. Ну тут против этого не пойдешь. Человек изучал капитал. Зачет. Лушин Андрей, Арсений Степанович, город Москва. В чем состоят интересы рабочего класса? Он говорит, что можно разделить интересы рабочего класса на экономический и политический. Первичные будут экономические интересы. Для достижения таких целей, как улучшение условий труда, сокращение рабочего времени и прочее, необходимо организовываться профсоюзы. А в ходе становления организации в рабочих коллективах профсоюзов вырабатываются не только экономические требования, но и политические, так как они коренным образом влияют на жизнь людей. И вот все хорошо. А в последнем абзаце говорится о том, что интересы рабочего класса, что рабочий класс будет отстаивать свои интересы и осуществит захват и удержание политической власти. Вот если он осуществит захват власти, он какую власть захватит? Ну какая у нас сейчас власть? Буржуазная. А что, ему нужна буржуазная власть? Так если он захватит буржуазную власть, он будет буржуазией, новый только. Перебород. А? Перебород. Да. То есть надо установить советскую власть, а вовсе не захватить эту власть, которая является буржуазией. Захватыванием власти занимается все во время выборов. Он хочет себя как-нибудь захватить через выборы, и тогда будет большая зарплата. У дунских сидельцев. Так. Гаркуша. Алексей Николаевич. Город Тула. Производительные силы и производственные отношения в единстве характеризуют способ производства. Не характеризуют, а образуют. Ну как это? Взял нечисловое, получился не тот результат. Образует способ производства в единстве. Взятый в виде институт характеризует. Вот. Способ производства. Первобытно-общенный. Он же коммунистический. Потом вдруг у него пятым пунктом социалистический. Средство производства, общественная собственность. Нет такого способа производства. Нету. Социалистического способа производства нет. Есть коммунистический способ производства. Коммунистический способ производства проходит два этапа. Социализм и полный коммунизм. А коммунизм с самого начала, ну, не полный. Поэтому мы можем считать, что у нас наш народ при коммунизме жил с какого времени? С середины 30-х годов. Но он жил при коммунизме, видимо, раз когда живешь при коммунизме, уже не хочется читать классиков, Ленина там. Зачем уже читать? Все достигли. И поэтому, когда ему сказали, что вы будете через 20 лет жить при коммунизме, он вот обрадовался-то и стал слушать тех, кто его вот грубо обманывает. Но если люди понимали бы вот это, что такое коммунизм, что такое социализм, они бы таких, так легко бы не пошли слушать этих жуликов, политических обманщиков, к которым относится Хрупшев. Литвинцева, Ирина Сергеевна, Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха. Вот так. Стоимость товара рабочей силы. Есть стоимость средств нормального существования рабочего и его семьи. Нормальное питание, жилье, одежда, образование и поддержание способностей к воспроизводству рабочей силы. Вот вам воспроизводство есть нормальное, а не просто какое. Лишь бы ты прожил. Детская сучка. Как живешь? Существую. Завтра, может, помру. Кондрусев Александр Николаевич. Город Раменское. Производственные отношения и способ производства. Способ производства – это историческое, определенное, диалектическое единство производительных сил и производственных отношений. Ну, правильно. Совершенно верно. Зачет. Так, вот товарищ Егоров Алексей Александрович. Александр Сергеевич, выделить надо его особо, потому что я ему поставил незачет. А почему незачет? Это единственный незачет, который я поставил. Капитал – это самая взрастающая стоимость. Стоимость, которая в результате эксплуатации наемных рабочих приносит прибавочную стоимость путем переноса стоимости средств производства на готовый продукт. Это совершенно неверно. Это, говорится, человек капитал не читал. А если читал, то не понял. А если понял, то неправильно. И преподавателя не слушал. И преподавателя не слушал. Такой глупости никто из преподавателей сказать не мог. Что вы путем переноса стоимости средств производства на готовый продукт. Поэтому мы очень, можно сказать, с вниманием относимся ко всем. Но поставить зачет мы не можем при такой грубой, совершенно неверной постановке вопроса. Поэтому отдельно выделяю это дело. И можно поставить незачет. Так. Абсалямов Никитарий Ирикович. Город Магнитогорск. Понятие капиталистического производства, понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, зарплата. Стоимость рабочей силы – это совокупность благ. Ну как стоимость может быть с совокупностью благ? Ну как может стоимость? Подумайте сами. Стоимость рабочей силы – это стоимость благ. Требуемых работников для нормального производства. А совокупность благ – это не стоимость, это натуральные какие-то благ. Это грубая ошибка. Вы не вникаете в то, что вы пишете. У вас же так мало написано. Посидели бы над тем, что написали, и подумали бы. Правильно я написал, а может неправильно. Есть такой способ. Читай снизу вверх. С конца к началу. Абзацами. Потому что если так быстро написал, иногда быстрота нужна при ловле блох. Можно попасть в такую ситуацию. Не очень хорошую. Александров Виталий Геннадьевич. Латвия, город Рига. Если кто-то скажет, что у нас нет Советского Союза, не знаю, у нас Красный Университет работает на весь Советский Союз. А какие там границы, и кто чего проводит, и что там происходит. Ну это уже относится к другому. А кто мешает людям быть в единстве, взаимодействовать, идти к истине и так далее. А вам кто-нибудь мешает? Вот нам кто-нибудь мешает. Никто не мешает. Но если вы, конечно, сами все в разрод пойдем, это да. Так не надо идти в разрод. А те, кто нам мешал, сидят в тюрьме. Да. Многие. А некоторые, которые хотели, чтобы нам еще больше помешать, они, наверное, сторонные агенты. Да-да, их записали. Наконец-то этот самый. Да, мемориал. Мемориал, который видел из всего, что он видел, наблюдал только, что были репрессии. Репрессии, дорогие товарищи, осуществляют любое государство. Потому что смысл государства – подавление противников этого государства. Обязательно, если это любое государство. Или рабовереческое государство не подавляло рабов. Так они еще лгали там, что миллионы там людей расстрелянных, убитых. Я, например, в таких случаях говорю, возьмите газету, российскую газету. Это правительственная газета. Фресс-то у нас буржуазная. Ну, идите вы, это ваши люди. Не пролетарская, но не коммунистическая. Ну, товарищ Бортников написал статью, посвященную столетию создания ВЧК. Объяснил, почему они в честь Дзержинского, так сказать, вот так почитают. И почему они это отмечают, с этого момента ведут и так далее. И он дал точные цифры, там около 600 тысяч репрессированных. А посмотрите, расстрелянных. Расстрелянных. Репрессированных там больше. Расстрелянных. А расстрелянных – 45 тысяч. Потом, значит, он говорит, что были там и недостатки, были и нарушения. Эти нарушения пришел Берия и разобрался с теми, кто сделал эти нарушения. Поэтому нападают на Берию и так далее. Ну, вот, то есть, у нас и сейчас есть источники, достаточно, по крайней мере, спокойные. Нам рассказывает Солженицын, который уже разобрался. Он думал, что 32 человека ехало в одном купе. Их нагрузили там по 32. Воробьев, Сергей Викторович, город Пенза. Момент остановления. Ну, все. Вот, отвечено, не убавить, не прибавить. Становление – беспокойное единство, бытие – ничто. Движение, исчезновение, бытие – ничто, в скобках – прекратение. И ничто – бытие, возникновение. Это момент остановления. Ну, и что мы можем сделать, Сергея Сергеевича? Только поставить зачет. Только зачет. Мы же ничего не можем делать. Так, Гульомин, это у меня уже было. А, нет. Гульомин. Дмитрий Юрьевич, город Чебарпуль. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, зарплата. Очень правильно написано. Рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые всякий раз пускаются в ход при производстве материальных благ. Стоимость рабочей силы – это стоимость материальных и духовных благ, необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы. Сказано, Чебарпуль все написал. Я ему не подсказывал, подсказывать тяжело. Город Чебарпуль. Не догречишься? Чебарпуль. Картершев Игорь Валерьевич, город Санкт-Петербург. Что такое политика? Политика – это борьба классов за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Зачет. Беляев Сергей Викторович, город Светлый. В каждом изменяющемся нечто есть два момента – равенство нечто с собой и неравенство нечто с собой. Единственное равенство и неравенство нечто с собой называются изменением. Попробуйте с ним поспорить. Не поспоришь. Орламова Елена Игоревна, город Ейск, Краснодарский край. Понятие капиталистического производства. Это производство, при котором рабочая сила, способность человека к труду, становится товаром. Ну и дальше все говорится, что является целью, что такое прибавочное стоимость, создаваемое трудомо-рабочего, сверхстоимость его рабочей силы, безвозмездно присваиваемое капиталистам. Вот написано. А не так, как у того товарища, которому мы не поставили зачет. Белянов Сергей Сергеевич, город Барнаул, Тайский край. Диалектический метод, примененный к исследованию истории. Что же такое диалектический метод, примененный к исследованию истории? Ответ прост. Это исторический материализм. Ну и вот, чего же будешь спорить с ним? Спорить не будем. Зачет. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, зарплата. Все отвечает. Рабочая сила, способность к труду, стоимость рабочей силы, цена. Воспроизводство рабочей силы. Нет, неправильно. Стоимость – это не цена. Стоимость – это сущность цены. Это центр колебаний цен. А это все-таки не цена, а воспроизводство рабочей силы. Определяется оно стоимостью тех благ, которые нужны для воспроизводства рабочей силы. Так что это вот некоторый дефект. А дальше написано. Затраты на воспроизводство работника и членов его семьи составляют стоимость рабочей силы. Но все равно составляет, вместо того, чтобы сказать составляют. То есть человек прям крутится вокруг той точки, которая ему нужна. И правильно говорит, и неправильно говорит. Вот надо как-то быть более определенным. Зачет можно поставить. Окуленко Леонид Юрьевич. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. В пункте третьем приводит большой выписку из Трудового кодекса, что такое зарплата. Вознаграждение за труд, прямо вот награду вам. Награда это рабочие капиталисты, прибавочные стоимости. Какая награда? Так это справочники так говорят. Награда. Награда. А он пишет, а так, то есть по-просто, это цена рабочей силы. Или вознаграждение. Вознаграждение, вас вознаградили. То есть вознаградили в большой степени. Вознаградили. Те, кто получили зачет, вознаграждены нами. Профессором Казеновым и профессором Поповым. Употребляя высокий штиль, да? Так, Крашенинников Алексей Владимирович, город Москва. Ну тут я пытался придраться к чему-нибудь. Насущные и коренные интересы рабочего класса. Но ничего у меня не вышло. Да. Нет, могу придраться. К последнему. Все-таки чувствуете, квалификация. Можете придраться. Могу, могу. Последнее. Вот все он написал, а потом перестрочка в конце. Вишенка на тортике. При социализме меняется положение рабочего. Это класс тружеников общенародных социалистических предприятий. А что общенародные? Весь народ работает на этих предприятиях? Что значит общенародные? Или в собственности народа они? Так они в собственности народа или общества? Собственность общенародная или общественная? Вообще-то социализм и коммунизм основаны на общественной собственности общества. А если вы берете народ, вы его берете россыпью. Без производственных и других общественных отношений. А когда мы говорим общество, то мы, конечно, берем людей вместе с их отношениями. Так что это серьезная ошибка. Я вот, видите, не сразу нашел, но нашел. Так, Кайдалов, Евгений, но за счет поставлен, все равно город Воронеж. Моменты становления. Моментом называют предположенные движения в одном движении. Не поспоришь. Бытие переходящее в ничто, в становлении есть прихождение. А ничто переходящее в бытие, в становлении есть в возникновение. Таким образом, в становлении есть единство двух моментов возникновения и прихождения, которые, в сути, есть моменты становления. Ну что можно сказать? Ничего, за счет. Так, Александр Сергеевич. Теперь давайте я буду писать. Я буду теперь все благодарен. А вы будете председателем. Так. Ну, во-первых, я хочу сказать. Я называю эти фамилии, я буду записать. Да. Эрнандес Александр Сергеевич. Эрнандес. Эрнандес. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Хочу сказать прежде, что, ну вот и ошибки, и, так сказать, преимущества, ну, они одинаковые, и у других товарищей такие же есть, у Михаила Васильевича, и в моем варианте тоже. У Михаила Васильевича нету ошибок. В стопке, Михаила Васильевича, да. Тогда есть у меня ошибки, ладно. Это шутка была. Это шутка все на ту же тему. Несосредоточенность. То есть, некоторая размягченность такая. У слушателей и у нас бывает, у меня вот, в частности. Это самокритика. И я как раз себе пометил, Михаила Васильевич, несколько раз останавливаться на таких ошибках, связанных с вниманием, сосредоточенностью, с тем, что вообще-то в Красном университете мы как раз и учим сосредоточенности, развиваем самосознание, то есть, контролю сознания над самим собой. А вот материалы не так много, написано и так много. Говорят, еще так мало дают нам писать. Да вы тут это напишите, то вы правильно все. И вот это развивает и способность говорить. Вы когда говорите, наблюдайте за собой, следите за своей речью, следите за своими понятиями, которые вы развиваете. Это же мы сами себе полицейские, что ли? Да, да. Ужас какой. Да, самосознание все себя контролирует. То есть, управляя процессом своего сознания. Поэтому вот это очень важная способность. Она во всякой деятельности проявляется. Не только вот в зачетах, в изучениях, а в работе, в профессиональной деятельности. Это здесь. Нужна вот такая вот сосредоточенность. И Долгов шутил. Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. А Эрнандес думает. Что вы ему поставили? Он на этом сосредоточен. Вы так все так подводите. Эрнандес – это третий момент, который я хотел вовсе вспомнить. Значит, он связан с тем, что я уже тут замечал. Что некоторые товарищи дают ответы излишне лаконичные. То есть, вот, скажем, у Тарши Эрнандеса у него вопрос. Определение – определение. Он, может быть, у самого Гегеля прочитал. Может быть, в лекции услышал у Михаила Васильевича. И четко, значит, вот это предложение зафиксирует. Качество, которое есть в себе в простом нечто. И сущность соотносится с другим моментом этого нечто. С него быть и называется определение. Все. И это очень хорошо, что он запомнил его. Значит, что он знает определение – определение. Но определение – это только начало. А нужно же как-то его развить или прокомментировать. Или, наоборот, подвести к нему. То есть, ну, показать, что вы этот предмет не только знаете, но и познали. Известно от того, что она известна, еще не познана. И от того, что вот в одно предложение это написано, еще не очень понятно. Познал человек ли это, или просто память у него хорошая. Вот он записал. Поэтому не должны быть такими лаконичными ответы. А их тут целая серия. Значит, кроме него, можно отметить товарища Мамонтова, товарища Шуравина, товарища Ломакину, товарища Янышева, товарища Носова, товарища Рекку. Да, и все вроде. То есть, ну, вот они определение написали, определение дали. Это предложение дали. Вот, а дальше вроде и все сделано. Не все сделано, это только начало. Это, так сказать, предмет, который вам дали рассмотреть. Его и надо просматривать. Выразить какое-то к нему отношение. Или, может быть, показать, что оно неправильное. Может, у вас какие-то мысли и другие есть по его определению. Или что-нибудь в этом духе. То есть, сознание ваше должно быть сковано и уже творчески ориентировано. Не так, что вот в него там закидывают поленья, и они там по-своему как-то горят. Но, тем не менее, определение дано. Зачет ставить надо. Можно поставить. Можно поставить. Я уже волновался за него. Не видать ему зачет, а все. Да. Малыгин Федор Васильевич Екатеринбург. Понятие капиталистического производства. Ну, он молодец. Значит, и определение дал, и развернул, пояснил, какие тут моменты есть. Поэтому смело ему можно поставить зачет. Шостаков Вячеслав Юрьевич. Он написал Ленинград. Город Ленинград. Зачет. Да. Что означает термин экономизм. Ну, вот Михаил Васильевич там рассматривал у кого-то категорию экономизм. Ну, и примерно так же и Вячеслав Юрьевич ее рассмотрел. Чопа Алексея Михайловича. Это известный наш товарищ. Грамотный, подкованный. У него вопрос. Насущные крены интереса рабочего класса. Чувствуется, что он изучил этот вопрос. Четко изложил. Молодец. Поэтому, да, нет проблем. Зачет. Лукавенков. 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 А.В. Город Щелково. Соотношение экономической и политической борьбы. Вот надо сказать, что наряду с товарищами лаконистами. Да, есть такое слово? Лаконисты. Или можно его образовать? С этого момента есть. Образовал товарищ Казелков. Да, вот есть некоторые товарищи излишне лаконично. А есть некоторые товарищи подробно и по существу, по сути. И вот Лукавенкова, его можно отметить в такую лучшую сторону. Вопрос у него соотношения экономической и политической борьбы. И он, чувствуется, почитал труд Михаила Васильевича о классовой борьбе. И развил. Да. Не то, чтобы развил, но чувствуется, что усвоил хорошо. Поэтому и изложил все-таки как-то по своему. Вот чувствуется, что это самостоятельная работа. Ну, почти статья. Я бы только ее рекомендовал даже и публиковать, если где-то есть возможность. Мамонтов. Дмитрий Александрович, Воронеж. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата. Ну, тоже все, конечно, правильно. Но излишне лаконично, как я уже упоминал. Хотя, ну что, все определение, все даны. Это все, чтобы мы успели посчитать и поставить зачтенную. И экзамен провести, зачет. Садовский Александр Андреевич, Москва. Да, вот нынче москвичей многое чувствую. Что-то москвичи потянулись как-то к учебникам. Своих там, видимо, мало в Москве у них. Всяких таких институтов, школ выезжают. Ты же в Петербургский туда выезжаешь. А, ну да. Петербургский приехал и теперь работал. Значит, моменты изменяющегося нечто. Ну, и тоже рассмотрела она эти моменты изменяющегося. Как намеряется? Он, Садовский Андрей Андреевич. Садовская, она уже пошла. Да, рассмотрел. Моменты изменяющегося нечто. Можно поставить за стену. Фролов Сергей Александрович. Город Возокресенск. Что такое политика? Ну, политика, значит, как-то теперь однообразно все начали давать определения. В том смысле, что это борьба за завоевание, удержание и защиту власти. И осуществление государственной власти. О, написали, значит, и успокоились на этом. Считают, что их дело, значит, сделали. Это правильно. Но, все-таки, политическая борьба, она многоспектна. Поэтому, с одной стороны, определение, оно все-таки, это тоже определение. Его тоже можно принять за определение. Но, мы как-то раньше давали, я думаю, что более общие, правильно, самоопределение. Политика – это борьба классов по поводу государственной власти. Борьба классовая, классовая борьба. Какая? Не всякая. А по поводу государственной власти. Тут повод, это слишком слабо. Повод, да, тоже словечко не очень. Тут повод за завоевание, а тут повод какой-то. Да, но... Повод нашли между собой, так сказать. Скажем, вот сейчас мы не ведем борьбу за завоевание власти. Вот сейчас. Как не ведем? Сейчас мы не ведем. Нам нужно... Сейчас мы формируем... Образование. Да, формируем... Конкретно, вот, образование. Она входит там в какую-то борьбу политическую. Но, все-таки, вот сейчас мы такое занимаемся. Так нам нужны сознательные бойцы. Нужны. Как они будут сознательные, если зачет не получили? Так это, вот вы и получаете зачет, образуетесь, воспитываетесь. Да. А до политической борьбы вы доросли или не доросли? Это большой вопрос. А кто зачет получил, тот дорос уже. А кто не получил, еще не дорос. А не зачет-то получили, и вроде, да, понимают. А ну, они не развились. Грудь распахнули, что мы узнаем. Они, во-первых, не развили. Некоторые уже проиграли в политической борьбе. А выигрыши. Тут много чего. Можно долго на эту тему спорить, Михаил Васильевич. Но, значит... Я начать, например, легко могу. Любую политическую борьбу выиграть не могу. Вы, да. Да. Во. Выиграть не будете. И много-много мы делаем чего-то, чтобы приступить. Я, например, сесть за партию шахмата с чемпионом мира запросто могу сесть. Никаких сомнений. В этом я встану и уйду. Так, ну ладно, товарищ Фролова, мы много времени посвятили. Товарищ Шуравин. Шуравин? Шуравин А.П. Город Ижевск. О. Становление и снять становление. Он говорит, благодаря разнице бытия и ничто, значит, становление исчезает. А что за разница? В чем разница? Да. Насколько копеек разница? Ну, 15. Да, или в чем разница, что одна синяя, другая серая? Тогда как у Гегеля разность. И это происходит от того, что и понятия разности нету. Разность, это что такое? Ну, это мы разные люди. Нет, это разные вы. А что такое разность? Разность, это факт того, что мы разные люди. Нет. Ну, у меня только из математики выходят. Ну, ну. Результат. Ну, ну. Ну, ну. Ну, 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 ну. Совершенно верно. Разность, это результат вычитания. Что-то одно. От пяти от дня три будет два. Вот это два и есть разность. Это математика. Я в диалектике все-таки просто... Да. Это вот мы на математике. Мы не раскрываем, потому что если мы, это недостаточно, что мы разные, то мы расскажем, что мы еще и различные люди. Это правильно. И тогда будем говорить, что у нас есть различие. А в чем различие? Тогда почнем перечислять различие. Вот в одном, да. И тогда вот мы будем разворачивать. А начинается с того, что мы просто разные люди. Когда Раскоисов муж с женой. Прожили десять лет. Когда Раскоисов говорит, мы разные люди. А десять лет думали, что они одинаковые, что ли? Михаил Васильевич, вот разные, это разные две. И они чем-то там отличаются. А разность имеется, у Гегеля имеется в виду, что она... Это нечто одно, единое нечто. Разность. А не разность между. Их разность. Он говорит, их разность. Вот это хорошо. Просто их разность. И, скажем, в математике, Георгас, очень просто, что математике они дают это понятие. И в принципе правильно они дают. Оно недостаточно абстрактно. Только математистически это правильно, да? Но оно четко. И у человека четкое представление. разность – это результат, как и у Гегеля, это результат становления. Разность исчезает, их разность исчезает, и становление исчезает. То есть очень четко Гегель это дело выражает. Поэтому, когда разница – это сразу как-то подготовленному сознанию, это уже сразу режет слух. Александр Сергеевич, разность исчезает, а зачет остается? А зачет остается, конечно. Несмотря на это, все остальное у нее изложено правильно. Поэтому у него изложено правильно, надо поставить зачет Шуравину. Шефер Александр Александрович, тоже Москва. Понятие капитала, ну примерно в том духе. А что это вы себе взяли всех из столицы? А вот я говорю, что-то Москва пошла, повалила. Это вы и так вот, вот у нас и разность между нами. Я с провинцией связан, с народом, а вы с москвичами. Понятие капитала, значит. Михаил Васильевич подробно тут уже несколько раз его вспоминал. Ну и Шефер забрался, правильно изложил. Поэтому зачет можно поставить. Ломакина Кристина Вячеславовна, я говорил, что она излишне лаконична. Вот это определение, определение у нее тоже. Вот эту строчку она воспроизвела и считает, что она в свое дело сделана. И, конечно, с одной стороны, это правильно, поэтому зачет можно поставить. С другой стороны, недостаточно. Она знает, что на экзамене потребуют больше, а сейчас, скажем, для зачета достаточно. Да, пока есть возможность, да. Маневский Юрий Григорьевич Балашиха Московской области. Снятие различий, реальности, отрицания. Тоже разобрался он в различии, в реальности, различии, реальности, отрицания. Разобрался и в том и в другом. Снял, поэтому можно поставить зачтено. Янышев Алексей Владимирович, что такое политика? Только определение. Политика – это вот завоевание, удержание, осуществление. Но ответ есть, зачет можно поставить. Теплов Вадим Викторович, деревня Горбалова. Есть такая в Ленинградской области, знаете? Есть, а я там был в строотряде, строил коровник. Ну, ставьте тогда зачет. Интересно, стоит там этот коровник или нет? Да, я ему поставил зачтено. Понятно, вы были там, конечно. Носов Роман Александрович, Санкт-Петербург. Это я. О, вот он, да, тоже. Вот он лаконично. Нет, сейчас мы проверим. Лаконично там написано. А теперь спросим. Не сможет повторить, что написал. Давайте спросим. Да, ну так что, апреллиния, апреллиния-то, это что? Качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Вот дает, взял, повторил все. А что значит в себе? Можно своими словами. Слова? Только общие, нет своих слов. Своих слов нету, из русского языка берите. Нет, по-немецки тоже я могу. Давайте по-немецки, я по-английски. В себе означает, что он остается равным самому себе при изменении. Сейчас я вас спрошу, вы сейчас в себе или не в себе? В себе. В себе, ну хорошо, можно ставить. Так, значит, Носов? Роман. Роман, да? Замечательно. Так, зачтено. Соколов Сергей Сергеевич. Понимаешь, подготовился. Вот, он, видимо, человек очень прилежный, старательный. Ответил на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять вопросов. И все правильно. Ну. Да. Все правильно, хотя и лаконично. Поэтому, ну, конечно, надо поставить зачтено. Ну, так, Соколов Сергей Сергеевич. Сейчас, минуточку, Соколов. Так, зачат. Так. Майданюк, Александр Сергеевич, город Краснодар. Он взял сложный вопрос, формальная логика и диалектика. Но... Майданюк, имя общества? Александр Сергеевич. Но разобрался, написал довольно такую объемную статью, можно сказать, или объемный ответ. Поэтому надо ему поставить зачтено. Конечно, Александр Сергеевич, это понятно. Вот, Качук Юрий Иванович, не буду говорить, откуда он, но зачет я ему поставил. Ну, и правильно сделали Юрий Иванович. Река. Никита Александрович. Или река, не знаю, где ударение поставить. Река. Наверное, река. Лаконично я уже говорил. Но зато на три вопроса он ответил. На первый, второй и на третий. Видимо, немножко недопонял, что от него требуется. Лаконично, но правильно. Поэтому зачет приходится ставить. Чего, не хотели ставить? Не хотел, да. Сарасик. Как? Сарасик. Сарасик Алексей Степанович. Владивосток. Ого. Производственные отношения и способ производства. Тоже хорошо разобрал, довольно подробно. Поэтому можно поставить ему зачтено. Репин, Игорь Васильевич. Деревня Варанкины. Кировской области. Вот так. Зачтено. Фаизов. Даниил Рафаилович. Город Пермь. В чем состоят интересы рабочего класса? Ну и надо сказать, что рассмотрел он интересы рабочего класса. И основные, основательные, фундаментальные, и текущие, и коренные, и текущие. Поэтому можно поставить зачтено. Патокин Денис Анатольевич. Патокин Денис Анатольевич. Город Севловск. Это Ленинградская область. Понятие капиталистического производства. Ну и то же самое тут давали много комментариев Михаил Васильевич. И Денис Анатольевич с этим справился в общем и целом. Зачтено. Поставить можно. Сухарева Юлия. Что-то мне пишет. Она отчество свое. Из Петербурга. Молодая. Молодая, наверное, очень. Диалектический метод, применимый к исследованию истории. Чувствует, что она почитала Михаила Васильевича. И, значит, по истории Ваш труд. И по логике. Но все-таки диалектику как-то она понимает только как, значит, закономерности и мышление. Категории и категории мышления. Только. И противоречия у нее появляются как анализ нашей мысли. А так и осталось непонятно мне. А вне-то мысли у нее что-нибудь есть? Диалектическое. В жизни-то есть они. Эти категории действуют. И противоречия в жизни-то есть. То есть ее можно понять, что это только вот в анализе есть противоречия. А в жизни как будто и нет. Я так понял, что после зачета она будет... Да, она обратит на это внимание. И поскольку чувствует, что она человек начитанной, в том числе ваших произведений, я думаю, что она с этим разберется. Поэтому зачет ей поставить можно. Я думал, вы меня в двинете в том, что ей нельзя поставить зачет. Так, фамилия Сухарева, да? Сухарева Юлия. Зачет, поздравляем. Пишите противоречия в самой жизни, а не только в словах. Токарев Александр Александрович не пишет, откуда он, что такое политика. Но что такое политика, он знает. И в смысле определений, и в смысле, какие они бывают в политике. Поэтому можно поставить зачет. Яковлев Анатолий Вячеславович. Город Самара. Понятие капитала. Вот что-то многие любят понятие капитала. У Михаила Васильевича там было несколько чего. И у меня не... Капитал мы сейчас живем-то в каком окне? Слышно очень. Капитал имеется. Хорошо. Для начала капитал они-то хоть понятия имеют. Зато мы понятия имеем. Они-то понятия вот не имеют, так капитал имеют. Да. Но они капитал имеют, но сами без понятия. Да-да. Зачет? Так, зачет, да. Моисеев Александр. А вот что-то чего-то у него нет. Из Ставрополя. Молодой. Что такое политика? Я уже вспоминал, что очень лаконично тоже вот это вот определение. Без комментариев и пояснений. Но поскольку определение дано, за счетом придется поставить. Сладков Павел Юрьевич. Что значит термин? Сладков? Сладков Павел Юрьевич. СПБ. Санкт-Петербург. Что значит термин «экономизм»? По Ленину четко, лаконично экономизм и последователи экономизма, и борьбы с экономизмом. Со всем этим он разобрался, поэтому зачтено ему. А право он ставится. Стешинцев. Стешинцев Владимир Сергеевич. Наук Кузнецк. Производственные отношения и способы производства. Тоже подробно довольно он рассказывает. Правильно и по существу. Поэтому за счетом ему можно поставить. Петрачков. Петрачков. Андрей Дмитриевич. Парголов. Санкт-Петербург. Близкий. Да, близкий. Зачтено. Пригодич Александр Сергеевич. Пригодич Александр Сергеевич. Тоже Санкт-Петербург. Соотношение теоретической и практической борьбы. Да, вот редкий вопрос. Но он с ним разобрался. И правильно говорит, что без теории практика слепа. Что для практики нужна теория. И мы с ним тут соглашаемся и ставим ему зачтено. Пономарев просил не говорить, откуда он из большого города. Момент достановления. Тоже правильно указывает. Так как и другие это правильно указывали. Поэтому смело можно ему поставить зачтено. Но он все. Оказывается, еще не все. Так. Крычигин. Р. А. Крычигин. 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 Р. А. Москва. Политическая партия. Да. Разобрался он с политической партией. Охарактеризовал ее. Довольно всесторонне. Поэтому можно поставить зачтено. Восточных товарищей несколько. Там из Владивостока было. А это Левин из Хабаровска. Левина. Не написал. Она инициалы есть. МН. Понятие капитала. Примерно в том же духе. МН. Хабаровск. Примерно в том же духе, в котором мы и других рассматривали. Поэтому тоже и можно поставить зачтено. Вопросы травников АВ, СПБ. Понятие рабочей силы, стоимость рабочей силы, заработная плата рабочей силы. Ну, тоже кратенько, конечно, лаконично. Но все-таки все понятия раскрыл. Чувствуется определение. Он знает. Хотя здесь-то, конечно, в этом вопросе можно было бы показать связи между вот этими даже понятиями. И вообще, все ведь понятия, они не сами по себе. Они не в отдельности существуют. Они существуют взаимосвязанно в теории. Поэтому тесно связаны друг с другом. Любое понятие в теории, оно связано со всеми другими понятиями. Поэтому хотя бы с ближайшими, ну, полезно так рассматривать, такой рефлекс давать на ближайшие понятия. И здесь вот в этом вопросе, конечно, на очень это, так сказать, можно хорошо показать. Так, фамилия Травникова, да? Травников, да, это был АВ. Малкеров. Малкеров. ОМ. Балашиха Московской области. Момент остановления. Ну, тоже с этим вопросом, вот мне кажется, вот одной только девушки такие какие-то были. Небольшие шероховатости. А так, в общем, товарищи... На правильном пути. На правильном пути, да. Они и простые вопросы. И в то же время, вот, когда разобрался вот в этих вопросах, и вообще со становлением разобрался, ему и дальше легко разбираться в других. Почему? Потому что оно же, становление, оно проходит через все другие категории. И когда их рассматриваешь, ты там и наблюдаешь, где линия бытия, где линия тридцать. Первая истинная категория. Истинная, потому что она... Конкретная. Конкретная, двусторонняя. Не односторонняя, как бытие и ничто. Так. Скачков Александр Александрович. Славный город Мичуринск. Понятие рабочей силы. Тамбовская область. Как я уже говорил, лаконично. Ну, правильно все. Поэтому зачет поставить можно. Товарищи хотят, чтобы вы вовремя ушли домой. Да, конечно. Петров. Дмитрий Васильевич. Москва. Форма классовой борьбы. Тоже он разобрался хорошо. Михаил Васильевич прочитал трактат о классовой борьбе. Историю вооруженного восстания в Москве прочитал. Да, поэтому зачтено. Можно поставить. Семенов Александр Вячеславович. Великий Новгород. Это откуда наш дорогой товарищ Галко. Их мало бывает с Великого Новгорода. Но встречаются. Эземпляры зато интересные. Понятие рабочей силы. Заработная плата и так далее. Лаконично излишне. Но все определения есть. Поэтому можно поставить зачтено. Сирунян. Александр Артемович. Славный город Тбилиси. Определение. Определение. Лаконично, но дано. Что-то вы сожалеете, что дано. Я бы порадовал. Так. Ну, я, соответственно, порадовался. И ставлю зачтено. С другой стороны, остается элемент недовольства. Что мы этот вопрос как-то обсуждали. Что некоторые товарищи писали трактаты. На три. Были даже на десять страниц присылали сюда. Но мы, конечно, дома-то почитаем. Интересно, что пишут товарищи. А вот так вот. Рассматривать ты его все равно не будешь на зачете. И потом, это ни к чему тоже. Это не молодец он, что пишет кто-то, что пишет и так далее. Но у нас-то форма зачета. То есть нам важно убедиться, что человек это изучал, изучил, чему-то научился и на этот момент вот находится на таком-то и таком-то уровне. Мы это с удовольствием отмечаем и понимаем, что раз товарищи получили зачет, у них база для дальнейших, более сложных, конкретных категорий есть. И, наконец, Юркевич Евгений Олегович. О, вот он. Понятие капитала. У нас вычислили. Понятие капитала. Ну, так что такое капитал? Капитал – это самовозрастающая стоимость. При этом… Что это? Самовозрастающая стоимость. Вы не знаете, что ли? Нет. Откуда я могу? Вы знаете. Самовозрастающая стоимость стоит заметить, что она происходит за счет эксплуатации рабочих? Так и вы говорили, самовозрастающая. Я думаю, что она самовозрастающая. Оказывается, нет. То есть, раскрыт она, что она так давно не самовозрастающая. Вот поэтому Александр Сергеевич и требовал раскрыть. Да, да. То есть, она хоть по виду только самовозрастающая, по внешнему виду, а на самом деле она возрастает в результате чего? Эксплуатации. Ну, рабочих и без рабочей силы. Ее не может быть, я понимаю. Ну, конечно, если не будет эксплуатации, то не будет капитала. Стоимость может и вырасти, если он просто простой товаропроизводитель, да? То есть, даже вот, как некоторые говорят, что, ну, вот если люди представляют ошибочно, роботы, кругом роботы, 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 роботы. А откуда роботы-то взялись-то? Из воздуха, что ли? Вопрос не в том, откуда они взялись, а в том, к чему они, что они такое собой представляют. Это что? Это, ну, машины просто. Ну, а машины как? А, средства производства. Средства производства. А какой вид средств производства, это все равно посторонний вопрос. Средств производства, конечно. Ну, ладно. Чувствуется, что товарищ понимает, о чем говорить. Больше вас нет никого? Зачтено, все, хватит. Ну, как хватит? Вот у нас товарищ еще ни один не сдавал. Да, а как у фамилии? А сейчас вот мы выясним. Так, пожалуйста, назовите себя. Ибрагимов. Ибрагимов. Имя отчества? Марат. Марин Иванович. Так, пожалуйста. Политика, политическая борьба. Ну, я смеялся взять, попытаться ответить на несколько вопросов. На три, четыре. Начинаем с политики. Политика – это борьба за завоевание, утверждение, осуществление, защиту интересов больших групп людей. Например, классов. Класс – это группа людей, характеризующихся особым положением по отношению к средствам производства, участию в производительном труде и распределении результатов труда. Главное средство политической борьбы – идеологическое. Овладевание системой образования, средств массовой информации и пропагандой гарантирует одной из сторон успех в политической борьбе. В историческом процессе в большинстве эпохи существовали два основных класса – эксплуататоры и эксплуатируемые. На протяжении тысячелетия незначительное количество эксплуататоров. Немножко их представить можно. То есть это рабоводельцы, феодалы. Но я еще думаю, что можно выделить различного рода священных служителей, потому что они тоже… Ну, так же, светский феодал, духовный феодал. Это у нас известно. Так вот, эти самые эксплуататоры длительное время сконцентрировали в своих руках возможность образовываться и развиваться. Однако, значительный научно-технический прогресс, сопутствующий бурному развитию капитализма, вынуждил новых эксплуататоров, капиталистов, готовить для своих потребностей армию рабочих разной степени квалификации. За относительно короткий срок, в основном в течение 19 века, рабочие западных стран стали все больше и больше осознавать свое положение, заявлять требования, организовать требования. А что это вы по бумажке прочитаете? Может, мне вы не это написали? Да, скорее всего. Допустим, если мне напишут, я запросто прочту. А если ее отнять у вас, как вы будете говорить? С трудом. С трудом? Вот, надо с трудом и говорить. И тогда вы все, лекси, 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 лекси будете говорить. А если вы будете читать, вы так и будете читать, примерно вот так. Мы еще затрудним. А вот вы сказали, какие-то классы, политическая политика, это какая-то борьба за интересы каких-то больших групп. Любых больших групп. Вот я толпу сейчас соберу и пойду стекла бить. Ну, то есть я сам бить не буду, они будут бить, а я в случае чего, если переедет в полицию, я скажу, это стояло, они вот били. Это политика? Вы посмотрите свое определение, это вот у вас записано, это хорошо, что вы записали. Да, ошибку рублей я не писал. Ну, так еще, сколько надо толпу собрать, чтобы это я считался политиком. Я политиком сейчас хочу стать прямо, вот выйду отсюда и, допустим, у меня какая-то сумма денег есть, я сегодня начну хотя бы по 10 рублей давать уже, я соберу такую немаленькую толпу. Ну, Жириновский все время раздает деньги, толпу собирает. Ну, если посмотреть на историческом плане, то борьба, это прослеживается вот всей эпохи. Борьба-то не только в эпохе, борьба, противоположность есть вообще во всем. Борьба, противоположность. Человек здоров, это не значит, что у него нет негативных каких-то моментов или явлений, но вот если он борет, побаривает эти самые явления, он считается здоровым. А если они верх возьмут сейчас, да, он считается больным, ему дают билетей. И пусть он один дома борется с этими самыми болезнями, если дома не сможет, то больницу его. Там ему помогут побороться эти болезни. А если совсем не смогут, ну, сами знаете, что бывает. Поэтому борьба самой разной может быть. Да. Вот непонятно, откуда вы взяли такое определение классов, кто такое определение? Просто большой группы людей. Нет, большие классы, это большая группа людей. Это классы, только надо и говорить, что это борьба классов, а не просто большая группа людей. Потому что большая группа – это толпа, а классы – это… А какие это группы людей, большие, называются классами, можете сказать? Это большие группы людей, характеризующиеся своим отношением в производстве… Ортиризующиеся или отличающиеся? Отличающиеся. У нас та самая разница. Отличающиеся. Так. В процессе производства, в процессе распределения результатов труда. Ну вот тут-то надо бы запомнить определение классов. Их сколько таких хороших определений классов в одном у Ленина. Да? А если совсем коротко давать, это большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. По положению в производстве, нет, это вот все, положение в производстве все сюда включает. А раскрытие, вот у Ленина, классы, большие группы людей, отличающиеся. И вот так, ну и как, вот вы его не запомнили? Если что-нибудь нужно и запомнить у Ленина, вот это можно бы и запомнить. Если вы считаете, что это фундаментальные понятия, а остальные можно не запомнить, посмотреть. А это значит, чтобы пользоваться. Вот сколько признаков там в этом понятии классов, которые дал Ленин, не считали? А смотрите, там, вот первый какой. Большие группы людей, отличающиеся не по отношению, а по месту в исторически определенной системе общественного производства. Это, смотрите, как стоит, не вообще место в производстве. Подумаешь, место в производстве, я у станка, а вы у другого станка. И что, у нас разные классы. Значит, место, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. А с исторически определенной, значит, вот это то, что Александр Сергеевич говорил. Вот такая лаконичность здесь не нужна. Это если вы можете развить это дело и раскрыть, то да, это хорошо, что вы это свернули. А получается, что вот нужно это дело раскрыть, а у вас вот эта формула осталась, а раскрытия нет. В исторически определенной системе общественного производства. А какие исторически определенные системы общественного производства вы знаете? Строй, первобытный общинный строй, арабоводельческий, феодальный, капиталистический, коммунизм. Да, вот так. Значит, сразу надо рассматривать место, а если ведь это коммунистическое, то только на первой фазе, потому что уже на другой фазе мы об этом не можем говорить. Так, раз. Место в историческом определенной системе общественного производства. По роли? По роли в управлении средствами производства. Ну что управление? Управление опять это вот какое-то огрубление. По роли собственности? По роли в общественной организации труда. Одни управляют, другие подчиняются. Роли-то разные в общественной организации труда. Так, а по отношению к средствам производства они выйти говорят? Ну, кто является собственником средств производства? По отношению к средствам производства. Ну, одни собственники, другие не собственники. Да, определяющие, что собственность как-то нет. Ну да. Ну, Ленин говорит, еще большей части закрепленные, оформленные в законах, а может и не оформленные. Вот сейчас ручку мне дадите, я возьму, она у вас не оформлена, мы пойдем вдвоем продавать ручку. А деньги я возьму себе, потому что идея моя. То есть, вот и дальше еще, а последние самые выделения. По размерам и способам получения и той доли общественного богатства, в которой они располагают. Ну вот если мы, так скажем, люди, которые за построение коммунизма, боремся за коммунизм, ну, мы должны знать, что нужно для полного уничтожения классов. Значит, надо это совершенно четко и ясно знать полностью это определение. Вот то, о чем Александр Сергеевич говорил. Так, вроде вы даете нам что-нибудь про классы, а мы сказали, хорошо. Ну, можно сказать, хорошо для зачета. Да, это вот память действует, она же механическая может быть, да? Механическая. Запомни. А тут вот не механическая. А нужно понимание. А понимание начинается оно с определения, развертывается оно во всей теории. А теперь вот там написано у Ленина большие группы людей. Это как понять? Что это значит большие? Вот мне кажется, 300 человек это большая группа людей. Ну, я думаю, что здесь имеет свое большинство. Почему это большинство? Никакое. Ну, и что, капиталисты большинство, что ли? В обществе. Ну, это группа людей, которые какую-то определяющую роль играют в этих отношениях. Ну, точно не рабочий класс тогда. Вечер, он не класс. В определяющей роли капиталисты не играют. Рабы при рабовладении не играют определяющие роли. Ну, что такое большая группа людей? Вот мне кажется, 300 человек много. А Александр Сергеевич Довольевич. Нет, в рабовладейском обществе-то много. 300 спартанцев, помните, держали все иранское войско. Ну, кому это разве, в рабовладейском живем? Ну, так я говорю, например. Например, может быть. То есть, это вопрос, что значит много-мало? Тоже вопрос. Большие группы людей. Что значит удовлетворение? Оно универсальная же формулировка. Большие группы людей. По отношению к чему они большие? С чем сравнивают? С теми, кто собрался в метро? С теми, кто пошел на концерт? С футуальным матчем? Вот стадион, представляете? Там большие группы людей. Фаны там. Одни фанаты, другие фанаты. Это большие группы людей. Большие по отношению к чему? К целому обществу. Вот. Совершенно правильно. К целому обществу. То есть, большие. Когда вы берете масштаб общества. Это общество разделяется на классы. Не какие-то там группы людей, которые бродят. А общество делится на классы. Большие группы людей, отличающиеся по месту в историческом... Главное, вообще два. ...системы общественного производства. По роли в общественной организации, то да. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. И по отношению к средствам производства, которые... И в смысле, имеется ли собственность у них на них или не имеется. Которые большей частью отражены или закреплены в законах. Но не обязательно. Можно быть собственником без того, чтобы это было закреплено законом. Потому что собственность... То есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. И все. Вот если сложилось такое отношение, вот вы и собственные. А бумажка, где у вас нет бумажки. То есть могут, конечно, ее отнять, эту собственность. Но могут и не отнять, если у вас есть сила. Ну что? Да хватит. Хватит? Мучить человека. Ну я вот... Ну вы хотели, чтобы вам развернуто было? Вот вам развернули. Так, спасибо большое. Зачет. Пожалуйста. Что-то не так присоединяйтесь. Так, я немножко отдам это. А? Ну давайте. Вот целый трактат. Да. Вот видите как. Так. Ну что мы можем сказать, Александр Сергеевич? Пожалуйста, подведите итоги. Ну мы можем сказать, что, значит, народ зрелый. Значит, понятие, ну почти всегда знает, приводит грамотно и правильно. С пониманием, то есть с развертыванием, или наоборот с подходом, или с комментариями, тут, конечно, вот посерьезнее. А надо уже вот к концу первого семестра, некоторые товарищи уже так это обвыклись, попривыкли, начинают активно выступать и даже дискутировать. И я думаю, что этому курсу тоже надо переходить к такой, к самостоятельной борьбе, получать больше смелости, проявлять свою волю, способность дискуссии развивать. Основа для этого есть. Собственно, не зачет мы один поставили, а сомнительных таких, чтобы зачетов сомнительных, ну в общем, не было. Да. Скудость некоторая была, я говорю, лаконизм некоторый. Ну это не очень хорошо, но тем не менее, знают. Знают, где искать, нашли определение. Может кто-то запомнил, может кто-то знает, где-то нашел и точно воспроизвел с первоисточника. Поэтому это тоже хорошо. Так что я думаю, что первый семестр прошел наш удачно. И второй... Зачет показал, что и те, кто сдавали, и те, кто принимали, знают вообще, что они. Сдают и что принимают. Убираются, слышишь. Вот, а я хотел бы отметить, что, конечно, если сравнивать в динамике, вот у нас сейчас десятый поток. Конечно, надо сказать, вот уровень наших товарищей, которые сдают зачет, и я думаю, также будут сдавать и экзамен, конечно, значительно вырос. И совершенно четко видно, что они не только вот находятся на занятиях, и не только смотрят, вот тогда, когда приходят. Но смотрят и другие, у нас вывешены ролики на разные темы. И их набралось уже... Вот Сергей Викторович Тюленев обеспечивал возможность, вы можете посмотреть, так сказать, за любой год, по любому вопросу. Поэтому тот человек, который погрузится, скажем, в те материалы, которые являются материалами Красного университета, то, безусловно, он сможет хорошо подготовиться. Потому что это много обсуждалось, рассматривалось. Тем более записаны экзамены и зачеты, то есть можно, так сказать, всю эту историю знать и хорошо подготовиться. И товарищи хорошо готовятся, поэтому вот сразу видно, что человек на уровне. То есть зачет можно ставить. Точно так же, как сразу видно, что что-то не то человек сказал. Вот таких вот не то у нас, ну вот это один человек. А было так, что мы там и десятками возвращали все это. Вот человек написал, и совершенно это не... Ну, это нельзя под этим подписаться и согласиться с этим нельзя. Поэтому в этом плане я думаю, что мы можем только поприветствовать товарищей, поблагодарить, пожелать успеха и сказать, что все слушатели Красного университета, как известно, могут участвовать в наших обсуждениях, которые ведутся на ресурсах Фонда Рабочей Академии. То есть можно написать статью, можно сделать ролик, направить товарищам. Тюленев пишет, что ролики свои направляете туда-то. Вот понятное дело, что мы тоже отбираем, лучше помечаем или иногда редактируем. Если речь есть какие-то некоторые мелкие недостатки, надо что-то подчеркнуть и училить. Вот поэтому у нас вокруг Красного университета разворачивается и другое. Потом вы, наверное, знаете, что кроме этого курса у нас есть сейчас на канале Академии смыслов лобби идет обсуждение от всех 45 томов Ленина уже прошло и уже 14 томов Сталина. То есть там тоже можно, так сказать, многое подчеркнуть, почитать. Была у нас такая попытка провести пару занятий клуба «Энгельс». Их тоже можно послушать, посмотреть. То есть вокруг Красного университета уже образовалось достаточно много материалов. А летом проходит конференция Красного университета. И она будет снова и результаты этого самого этой конференции публикуются у нас. И там можно выступить, и ваши выступления будут опубликованы. Поэтому вы, так сказать, входите в идеологическую, по крайней мере, борьбу и занимаетесь идеологическим творчеством. И на наших ресурсах, в том числе в газете «Народная правда» может быть опубликовано, на сайтах, то, что вы напишете. Поэтому творите. Вот вы написали зачеты, но это как бы написали для оценки самого себя. А тут вы можете высказаться по общественно-политическим вопросам, по экономическим вопросам, с тем, что вы считаете актуальным, нужным, интересным, полезным и так далее. И мы вас к этому призываем. Спасибо вам. Спасибо вам. Слово. Да. Значит, товарищ Егоров, которому пока поставили незачет, он имеет право пересдать, ничто не закрыто. Поэтому пишет работу, присылает. Мы ее рассматриваем и делаем заключение. Зачтено, не зачтено. Поэтому, пожалуйста. Теперь. Не все успели прислать работы. Поэтому, если кто-то опаздывает, не надо так себе представлять, что все закончилось, больше ничего не принимаем. Нет, еще некоторое время, значит, из далеких концов нашей бывшей Родины СССР идут письма. Вот нам Валерий Александрович их присылает. Мы их рассматриваем. Ставим, зачтено, не зачтено. Но у нас Родина не бывшая. Мы из СССР. Мы из СССР, да. Даже я хотел бы еще ответить на такой момент, который малоизвестен. Вот товарищи у нас живут в некоторых уже государствах отдельных, которые делились от России, так сказать, вышли из Советского Союза вслед за Россией. Потому что первое это приняло решение о суверенитете 12 июня 90-го года России под руководством Ельцина. Поэтому нельзя обижаться на другие республики, потому что, а как можно сохранить Советский Союз, если из него выходит Россия? Так вот, у нас есть даже в Думе специальный комитет по делам соотечественников. Соотечественники – это те, кто родились в Советском Союзе, или родители которых родились в Советском Союзе. Поэтому так просто, так сказать, с Советским Союзом у нас не только не надо прощаться исторически, но не надо прощаться даже и юридически, и политически. Ну, а что касается политики будущего, то, конечно, наши стремления связаны с тем, чтобы воссоздать великий и могучий Советский Союз и действовать в единстве с Китайской Народной Республикой. Тогда эта сила боя гигантская. Хотя и сейчас даже есть, даже при различии в способе производства, есть известное единство. И благодаря этому, ну, можно сказать, что все понимают, что никакие тут затеи военные пройти не могут. Поэтому, благодаря этому сохраняется мир. Спасибо большое всем за участие. Всего самого доброго. Значит, товарищей, всех, кто является слушателями Красного университета, мы поздравляем с успешным завершением зачета. Вот. Советуем вам в такое время, когда не будет занятий, почитать что-нибудь такое легкое. Допустим, науку логики Гегеля. Как раз оно вас отвлечет от всего остального и, так сказать, освободит вас от других мыслей. Вот. И с новыми силами приступить к занятиям, которые начнутся у нас, как сказал проректор, товарищ Мордовин Валерий Александрович, второго числа. И я буду читать лекцию, посвященную, я думаю, наверное, учению о сущностях. В феврале, да? А? В феврале. В феврале, да. В соответствии с расписанием. Так что, до встречи в Красном университете, там же, значит, хорошо отдохнувшие, подготовившиеся, набравшие силы знаний. Спасибо за внимание. Давайте. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова